Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. Война в Украине кардинально изменила позицию глав европейских государств и чиновников Евросоюза по поводу перспективы вступления в ЕС Молдовы и Украины. Еще полгода назад никто из чиновников не мог ясно и однозначно подтвердить европейскую перспективу Молдовы. Теперь ЕК, затем Евросовет признали, что Молдова, хоть и с оговорками, отвечает базовым критериям для начала процедуры вступления в ЕС. Об этом рассказал Балан. Однако, если в случае с Украиной ЕС точно не собирается мешать, и все страны Союза были единственными в своей готовности сделать воюющую Украину кандидатом на вступление в ЕС, то решение о Молдове было не таким очевидным, и само по себе наличие избранного проевропейского правительства, нацеленного на реформы, стало серьезным аргументом в пользу положительного решения. Санду и ее команда предпринимали для этого и дипломатические усилия. Грузия, кстати, пока так и не дождалась своего статуса. По мнению Тулбуря, статус страны, кандидата в ЕС является главным успехом этого периода, и успех не столько правительству или Санду лично, сколько всей стране. Понятно, что все это произошло в контексте войны в Украине, но наши власти ощутили эту конъюнктуру, быстро сориентировавшись и быстро среагировавши, прилагали дипломатические усилия. В Грузии нельзя сказать, что экономическая ситуация хуже, там хуже политическая. Грузия остается под контролем олигарха. Мы можем уверенно сказать, что эту власть избрали сами, говорит Тулбуря. Так или иначе, в беспрецедентной ситуации правительства оказалось способным, с одной стороны, найти на Западе средства для того, чтобы справиться с главными шоковыми последствиями кризиса, а с другой вынуждена балансировать и хотя бы частично сохранить поставки более дешевого газа, газброма и производимой из него электроэнергии в Приднестровье. Если говорить о составной части реформ на пути Молдовы в ЕС, то ожидание настоящих изменений, прежде всего обещанной диалегархизации и изменений в системе, органов правосудия была одним из главных политзапросов большинства граждан. После десятилетия коррупционных скандалов, политнестабильности и нескольких лет безраздельного господства авторитарного олигарха в обществе созрел огромный запрос на справедливость. На этот запрос, как никто другой, в своей предвыборной программе отвечали ПАС и Санду. Прошло два года со вступления в должность Санду, более года с прихода к власти ПАС, но власти пока не могут похвастаться заметными достижениями в проведении системных реформ, которые дают устойчивый результат. Медленное течение системных реформ – не новость для Молдовы, однако в этом случае именно власть создала ожидания реформ. С одной стороны, высокая поддержка на выборах и доверие внешних партнеров к действующей власти трансформировалось в предоставлении Молдове статуса кандидата в члены ЕС, а с другой стороны, сопротивление системы затормозило реформы. В результате эффективность ниже ожидаемого уровня, сказал эксперт Лупушор. Наибольшие проблемы у власти с реформой юстиции. В действиях ПАС по-прежнему не просматривается. Стратегическое видение и системный подход. Похоже, что основная ставка делается на то, чтобы назначить правильных людей, надеясь, что они все правильно сделают. Роль личности в истории, конечно, важна. Но без институционального системного подхода это вряд ли даст досрочные результаты. По словам, многие действия ПАС непрозрачны и непоследовательны, а реформы в системе юстиции продают околоправовыми методами. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok